Центральный матч 7-го тура, чемпионат Ульяновска по мини-футболу между клубами Суперлиги Кристаллом и Контактором оказался под угрозой срыва. Ни одной ни росписи, никого вообще нету, ни росписи, ни команд. Весь сербур возник вокруг четырехматчевой дисквалификации Ивана Кузнецова, ведущего форварда Контактора. О ней руководство клуба озвучили за несколько минут до стартового свистка. Сам футболист даже вышел на разминку. Контактор предложил перенести встречу, но после получасовых переговоров с руководством Федерации мини-футбола матч решили играть, но без Кузнецова. Во-первых, это стало огромной неожиданностью для нас. Мы же не ожидали, что так вообще возможно, какие-то такие решения принимать. Поэтому игра, не сказать, что бы сломалась, просто мы потеряли очень важного игрока для нас. Хотелось доказать, что мы сильны в любом составе. И хотелось выйти, как можно быстрее забить, как можно больше и выиграть эту игру. Вместе за себя и за вами, да? Доехали! Давай, давай, давай! Все это время, пока шло разбирательство, соперник Кристал не просто терпеливо ждал, но и предлагал, во-первых, начать игру, во-вторых, допустить Кузнецова до участия в матче. И это на фоне того, что обеим командам очки были нужны, как воздух. Перестартован свистком соперники делили второе и третье места в турнирной таблице. Мы абсолютно об этом не думали. Вообще, близко таких разговоров в тренировочном процессе накануне матча не было. И нам все равно, выходит Кузнецов, не выходит Кузнецов. На настрой команда Кристал никаким образом не влияет. Таким образом матч начался с полчасовой задержкой. Эта пауза, похоже, сыграла злую шутку только с Кристалом. Показалось, что отсутствие Кузнецова несколько расслабило команду. Она позволила сопернику забить дважды. Сначала у контакта отличился Дмитрий Матвеев, воспользовавшийся передачей с фланга Максима Довлетшина. Второй гол стал результатом настырности Эльмира Вахитова. В течение двух секунд он успел не только пробить по воротам соперника, но и опередить голкипер Кристалла Александра Архипова и, наконец, вывести Антона Дорохина на пустые ворота. 2-0. Кристал вынужден взять тайм-аут. Спокойтесь, сыграли. 10 минут. Еще времени. Вагон. Давай поспокойнее. Сейчас Камар поднимается в первую. В четверку. Никита, везде. Ты туда, чтобы не проседал. Хорошо? Прервав эмоциональный стартовый натиск соперника, Кристалл в концовке первой тайма выровнял игру. Сначала команда наладила оборонительные действия, а потом провела голевую атаку. Она получилась проще некуда. Вот мяча из-за боковой линии, короткая остановка и удар вторым касанием Никиты Елисеева. Мяч в воротах. 1-2. Кристалл пока отстает в счете, но перелом в игре, кажется, уже наступил. Чуть-чуть бросили играть, сразу получили из-за этого гол. Игра-то вообще наша полностью идет. Моменты наши. Просто ну, сейчас забьем еще третий, четвертый, пятый, все пойдет там. Ни третий, ни четвертый, ни пятый в этом матче контактер больше не забил. Возможно, команде не хватило Ивана Кузнецова, который всю вторую половину матча провел за воротами соперника в роли обыкновенного болельщика. При этом все основные события тайма развернулись на противоположной стороне поля. На 34-й минуте Алексей Самсонов после розыгрыша углового неотразимо пробил в ближний угол. 2-2. Конечно, за каждый гол переживаем. В целом виноват не только воротарь, но и вся команда, в том числе и оборона. Но своей вины я не снимаю ни с одного гола. 15 минут оставался у команд, чтобы вырвать победу. Не удалось ни одним, ни другим. В итоге самое что ни на есть – боевая ничья, которая не порадовала никого, кроме конкурентов. Игра была, как говорится, за 6 очков. Каждый из соперников, мы соседи, тем более, по турнирной таблице. Никто не хотел отпускать друг друга. В принципе, как итог, получилась ничья. Каждый из команд хотел победить. И мы, и Кристалл, соответственно. Я думаю, в пользу конкурентов. И мы потеряли очки, и Контактор, наверное, тоже настраивался побеждать. Поэтому, наверное, в пользу Мобирейд. Осечкой Контактора и Кристалла воспользовался лидер Суперлиги Мобирейд, который без видимых проблем обыграл смену 10-2. Самым результативным в составе победителей стал Юрий Абдулхаков, забивший 4 гола. Симбирск после провала на старте чемпионата одержал третью победу подряд. Теперь не у дел, остался юниор, 9-2. По дублю на свой счет записали Андрей Манышев, Герман Паскин и Антон Шакеев. Еще более убедительным в матче против Штальбурга выглядел Платон, 13-1. Хет-трик на счету Сергея Ахмедшина. А самым драматичным получился поединок ПСК и ОМЗ. Героем встречи стал голкипер Завачан Вадим Новичков. В концовке встречи он отразил дабл-пенальти от Марата Сафина и Максима Соболева и принес своей команде победу 2-1. Таким образом, все три преследователя мобирейта в турнировой таблице очки потеряли и отрыв лидера с двух баллов вырос до четырех. При этом в середине удивительная плотность, а ведь экватор чемпионата уже не за горами. Симбирск взял на вооружение девиз «все выше и выше и выше», поэтому все ближе к середнякам. А вот Штальбург-Динамо по-прежнему с баранкой в графе набранные очки. Восьмой тур чемпионата Суперлиги состоится 15 декабря. Болельщиков ждет как минимум три интереснейших противостояния. Симбиск с Платоном, ПСК с Контактором и, наконец, мобирейт с УМЗ. Просто не будет никому. А кому сложнее всего, ровно через неделю в специальном проекте Управда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok